Зима преподносит нам сюрпризы, но не все приятные. Чтобы автомобиль не подвел вас в мороз, необходимо своевременно подготовить его к сезону. Поменять масло, проверить свечи и аккумулятор. Также можно столкнуться с рядом трудностей, которые решаются прямо на месте. Обледенение замков довольно-таки распространенная ситуация. Я думаю, что каждый сталкивался с такой проблемой. Здесь вам поможет зажигалка. Если у вас под рукой зажигалки нет, то постарайтесь нагреть ключ и вставить его в скважину замочную. Если же это вам не помогает, то я думаю, что у каждого мужчины есть с собой духи. Побрызгать на ключ, побрызгать в замочек и, возможно, тогда дверь откроется. Ну, скорее всего. Если же и этого нет, то вам поможет трубочка из ручки. Если трубочки нет, то вы можете свернуть обычный листочек. Конечно, это малоэффективно, поэтому старайтесь с собой всегда в кармане иметь размораживающие средства. Если ваш автомобиль оборудован ключом, центральным замком, и при нажатии кнопки дверь не открывается, ее заклинило, не стоит дергать. Так вы можете просто-напросто оторвать ручку. У вас есть три других варианта. И счастье стоит попытать с каждой. Вот здесь ручка шевелится, но дверь не открывается. Удача. Таким образом можно попасть в салон, запустить двигатель, после чего открыть все остальные. Перед тем, как оставить машину на стоянке на ночь, постарайтесь открыть все окна, выключить кондиционер и проветрить салон. Это нужно для того, чтобы температура внутри и снаружи была одинаковой. И простые действия обезопасят вас от обледенения стекла с утра. Для того, чтобы дверь не замерзала зимой и хорошо открывалась, без всяких усилий вам необходимо промазать все резиновые соединения специальной силиконовой смазкой. Приобрести вы ее можете в любом специализированном магазине, но не стоит наносить ее непосредственно с баллончика, потому что состав такой смазки очень хорошо разъедает лакокрасочное покрытие. Специалисты рекомендуют приобрести специальные пусковые провода. Они необходимы для того, чтобы завести ваш двигатель. Если у вас сел аккумулятор, подсоединяются они довольно просто. Ну, вот и все. Такие простые действия. Остается только найти того человека, кто поможет запустить вам двигатель. Самое главное – это не соединяйте плюс с минусом, иначе может сгореть ваш бортовой компьютер. Постарайтесь зимой надолго не парковаться в глубоких лужах, иначе ваша машина просто-напросто примерзнет колесами, и вы не сможете тронуться. Лучше всего найдите место с сухой площадкой. Хорошо, что в автомобиле есть такая функция, как автозапуск. И вместо того, что вы мерзнет в холодном салоне, вы можете насладиться чашечкой кофе, пока ваша машина разогревается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok